Значит, работаю в комиссии, где мне не дают даже воды, даже позвонить со стационарного... Это первая твоя такая была, да, вот эта комиссия? Нет, я участвовала в комиссии. То есть ты сначала участвовала в комиссии, как все училки, все училки там рисовали, все... Что рисовали? Ничего, я и там всех, мне было... Я заинтересовалась этими комиссиями и выборами, мне хотелось посмотреть, действительно ли это соответствует действительности. Потому что меня сразу поразило то, что за Симоненко, где я присутствовала, вот там на Горану, проголосовало большинство. А, был первый тур, я была на интернате. Вся силикатка проголосовала за Симоненко. И тут побеждает Кучма. У вас там, там, там. Нет, везде. А вообще понятно, что, да, да, ну, сомнения. Нет, это было неправда, потому что Симоненко победил на тех выборах. Он действительно победил и продал свою победу Кучме. За то, что Кучма его будет держать в Верховной Раде, не доисторически... Он не протестовал, в принципе. Да, доисторически... Нет, это было продано. Так я вам говорю, что на всех участках мы созванивались. Кто вот присутствовал из моих знакомых, ну, такие были просто настроения, что вернут Советский Союз. В 98-м году это было еще, как бы, ну, очень насущная такая проблема. Потому что в 90-х годах все увидели этот кошмар. Положили 17 заводов все. Автостекло украли, спалили всю картодирку. Люди остались без пенсии вообще. Ну, это... Эти преступления видели все. Ну, да. Вот. И на этих протестных настроениях побеждает Симоненко. Я вам честно говорю, он победил. Это правда. Это все знают. Вот. И вдруг объявляют, что Кучма. Да, да, да. Да, это было неправда. И Симоненко не подбесудится. И он, да, и он молчит. И все тогда говорят, и я начала очень пристально следить. И все отфильтровывать то, что они врут. Все врут. Вот. Как и говорит Миланченко, надо, говорит, не считать бюретни на участках, а надо смотреть протоколы в этой, в комиссии. Подожди, это... Ну, что же это такое? Первый... Ну, да. Какой это год был? Потому что... Это был 98-й год, осень. Потому что это был... Потому что в 90... Нет, это был 99-й год, осень. Потому что, значит, на вот этих всех А. И идет в Верховную Раду у нас Камарь. Под всеми участками стоят машины. И запущена карусель. Я захожу, я не присутствую. Или я... За Кучму. За Камаря. За Кучму, за Камаря. Тогда не те выборы. Тогда и за Кучму, за Камаря. Много-много всего там. А, и этот... Витя идет в Киев. Витя Янукович нашел. Он с области переходит в Киев. И тогда, помню, мы едем на работу. Я захожу в магазин Кобзай. Знаете, вот там на ЖД. Ага. Говорит, я не знаю, что делать. Вчера пришли бандиты и сказали, на сегодня приготовьте 35 тысяч. Витя Янукович идет в Киев. Все собираем деньги. Это... Да, женщина такая, ну, она... Я не знаю, она там всегда была, и вроде как она владельца. Я точно не могу сказать. А, ну, а кто бы тогда собирал 35 тысяч? И помню, обошли все ларьки. Все ЧП. Все. Ободрали все. Сказали, что Кучева ему сказал, привезти 9 миллионов. Иначе ты не будешь сидеть в Киеве. Дальше, смотри. Это по курсу 2. Хронологию у него. Это кассир. Хорошо, прошли эти выборы. А потом началось 2000... Прошли эти выборы... За еду, например. Что такое? 4 апреля 2000 года моего мужа нахрен выставляют с директорства. Потому что завели до этого на него 3 уголовное дело. Издевались, а вот там про яделю, про ВД. Какой-то там... Вот как мне кажется, этот Егоров. Я вот еще не могу установить этого следователя. Они же никуда не деваются. Они все тут где-то бродят. Кто-то его сбивал. Он приходит, там падает, теряет сознание на кухне. И сбивал... Капец. Они заставляли его подписать, что на голову кулек надевали. 13 часов его там держали. Вообще заставляли признаться в 3 уголовных делах, которых он вообще не совершал. Что-то такое вообще. Вот. И в конце концов он просто приходит, а вызывают на него пожарников, санстанции. Вот это наша школа, которая рядом с вами существовала. Туда пришли все, кому просто не лень. Все службы. Там были налоговые, санстанции, пожарники. Все сказали, что как это вы тут вообще еще существуете. После этого здание было забрано и продано. Вот это что ли? Да, вот это я с вами. Мы тут были рядом. Это что же было? Это районное было? Да, это было районное здание. Районное музыкальное. Луговство. Да. А на этого была здесь какая-то радио у них точка. Слушай, хорошо, давай дальше движемся. Они это все продали. И у кого бы я не обращаюсь, где деньги за это? Света, в 2002 году ты голосовала за коммунистов или за еду? Да, в 2002 году было Верховную Раду. Наверное, Пасечная тогда, я не знаю. Нет, в 2002 году Пасечная прижила к нам в школу. Наша географичка Лидия кинула в нее журнал и сказала, пошла вот отсюда. Ну ты за кого голосовал в 2002? А я не помню, кто у нас шел. Нет, я тебе рассказываю. Реонов не было, за еду было. Понимаешь, были коммунисты. Понимаешь, тогда еще и этот, ну, это же уже, Я помню, в каком-то году, в каком-то году, А, и после того, как он пришел в отдел культуры, приходит мне и говорит, все, я сегодня написала заявление на расчет. А я же ему каждый день говорила, не пиши заявление, суки, позорная. Не пиши им заявление. Нет. Пришли к Трубициной, к адвокатушу. Я говорю, ну, что это такое? Я говорю, ну, как это на человека вот так наговаривать, что он украл духовой оркестр, который состоит из ценных металлов. Я его не крал, я его передал в Турский клуб. А там убили этого, нашли в яме какой-то, этого завета директора. Помните, это все было? А сами потихоньку поехали, его стылили, а на него специально повесили. А он говорит, ну, я ему передала, у меня акт передачи, все есть. Нет, ты украл, и все. И приходят, и причем так вот, знаете, как, забирают коллектив, и сидят, дилина, приходят, и говорят, девочки, вы представляете, это же надо быть таким человеком, украсть духовой оркестр. Я говорю, ты что, вообще ударилась, или что? А те же все слушают. Это же начальство, что говорит же, что оно, понимаете, как? Это все, что это? Это же ценные металлы, это же там снег, латунь, вот это все это, понимаете? И люди так собирают в профсоюзное собрание, и говорят, кто за то, чтобы уволить, бывало, Светлана Анатольевна, а они всего, когда он написал заявление, сразу пропало три уголовных дела, ничего у них уже не происходит. Они его, потом они принялись за меня, они сказали, мы уничтожим вашу семью. А я говорю, хрен вам нарыл. А в чем тебя, в чем тебя обвинялись, за что тебя? Я говорю, директора уволить проще, он, он, ну, директор. А я простой преподаватель, и на мне вы все сломаете зубы, я вам это обещаю. И я прихожу к Светалу, они меня уволили раз. Начали меня поглавливать, приехали в метель, приехали в Шутино, я ездила электричкой, шестичасовая, со школы, надо было еще дойти до электрички, и приехать сюда, и домой. Ну, сколько километров до Шутино? Вот за ягодкой начинается Шутино. Где-то там семь. А, идти до электрички. Ну, там от школы до электрички, ну, сколько мы идем? Ну, минут тридцать. Не знаю, сколько там километров. Вот, они приехали в метель, я ребенка отпустила по родительскому этому звонку, потому что метель начинается, и ребенку надо прийти в Делеевку через поле. Они приехали, привезли с собой КРУ, и написали, что я, я этот, прогульщица. И уголили меня по статье, как будто я алкашка какая-то, все, по какой-то там вот этой статье. Капец. Я иду в суд, и слава Богу, тогда работала божина вот эта вот тут в нашем суде. Она мне в открытую говорит, ну да, им не нравится мое постановление. Звонят по вашему поводу с райдерши администрации, но я им сказала, какое бы оно ни было, оно справедливое. И она меня восстанавливала три раза. Потом они опять меня увольняли, отчислили дочь третьего класса музыкальной школы, дочь музыкантов. Она была одна из лучших, и в Киеве теперь одна из лучших. Вам не нужны хорошие люди? Она закончила институт Поплавского культуры, вот, эстрад не спилы. Она работает, заключает контракт и хорошо себя чувствует. А что, как делать? Поет. Она певица.